Первая колонка – абсолютный нонейм. Даже упаковки нет, только воздушный пакет и всё. В комплекте колонка, карабин, чтобы можно было её вздёрнуть, и необычный кабель. С одной стороны у него микро-USB, а с другой – мини-джек и стандартный USB. Я так понимаю, кабель всё в одном – и к смарту подключить, и аккумулятор зарядить. Сама колонка по форме напоминает банку пива. На ней также нет никаких опознавательных знаков, причастности к какому-либо бренду. На одном из торцов есть встроенный фонарик, но включается он только тогда, когда включена колонка. То есть его нельзя отдельно включить и использовать как фонарь. Необходимо обязательно активировать колонку. Да и светит он откровенно так себе. Бред, короче, какой-то. Есть небольшая панель с кнопками управления, индикатором и отверстием микрофона. С помощью кнопок можно отрегулировать громкость, сменить трек, ответить на входящий звонок, поставить на паузу, а также сменить режим работы. Их тут три. Можно подключиться к ней по блютуз, можно воспроизвести музыку с микро-SD флешки, а можно послушать радио. Также под заглушкой есть слот под флешку и микро-USB разъем для подзарядки встроенного аккумулятора. Аккумулятора, кстати, хватает на 8 часов работы на максимальной громкости, после этого нужно заряжать. Орет громко. Несмотря на присутствие пассивного сабвуфера, все-таки преобладают высокие частоты, хотя бас тут тоже имеется. В целом, для своей цены неплохое звучание, своих денег она стоит. Радио в пределах города ловит уверенно, работает без помех. Удобно, что есть крепление под карабин, так что, если кому надо, можно брать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...